Девушки отдыхают Сказали, ну тебе не надо, передай папе, может папе пригодится Ваш папа гей? Такое утверждение для двух мальчиков-подростков может стать причиной бросить школу и прекратить общение со сверстниками А для их мамы – поводом для развода Я поставила себе щеколку на дверь, он ее выдал, прилетел ко мне в комнату, когда я сидела так с другом Он его избил, я полез зачитать и защищать его, он и меня избил Самые страшные враги, которые могут случиться у человека – это его близкие Ведь они знают все его слабости и недостатки и при необходимости безжалостно бьют по самому больному Истец Полина Полянская утверждает, что после того, как муж возглавил гей-парад, отношения в семье испортились Поэтому она пришла в суд требовать развода Ответчик Альберт Полянский считает, что все его действия были направлены во благо семьи Пожалуйста, истец, поясните суду причины расторжения брака Ваша честь, я прошу удовлетворить мой иск о расторжении брака Ввиду неадекватного поведения моего мужа Дело в том, что мой муж – публичный человек И я очень долго терпела, и он все время хотел опозорить семью И, наконец, ему это удалось Я очень долго терпела его экстравагантные выходки Ну, например, он прыгал голым с парашюта И освещал это событие в прессе Таким образом, он протестовал против ношения натуральных мехов Все это шло под девизом «Хочешь кого-нибудь убить – начни с себя» Ну, в смысле, если парашют не раскроется, то, значит, это получится Потом он на снегоходе, причем летом, пытался форсировать озеро Три снегохода он зарубил Ну, в общем, на четвертом ему это удалось Все это тоже освещалось в прессе А это было как акция против... Ну, я не знаю, против чего Ему, в общем-то, все равно, лишь бы о нем говорили В принципе, я думаю, так Для него главное, чтобы о нем писали в прессе Неважно, что он делает Потом, значит, он начал писать рэп Потом, значит, он организовал областной конкурс матершинных частушек Все это тоже освещалось в прессе Но самый главный предел наступил тогда, когда мой муж заявил в прессе Что он будет возглавлять и просит разрешить провести гей-парад Вот, ну, ему такое разрешение, естественно, дали Хорошо у вас звучит, естественно Я как-то все время, я, по крайней мере, все время слышала о другом Ну, неважно, прошу прощения Ну, вы знаете, ему очень сложно отказать Если он чего-то хочет, он всегда своего добивается Вот, ну, прошел этот гей-парад Пестрая колонна, которую возглавил мой муж Мужчин грубых нетрадиционных ласк В общем, ну, все замечательно Они стали называть его наш То есть, ну, как они говорят Такой известный, популярный человек Теперь, значит, он наш Вот, после этого его стали приглашать на всевозможные различные вечеринки Проводить эти вечеринки Значит, участвовать в разных шоу-программах и так далее Ну, соответственно, вы понимаете тематического определенного содержания Вот Он приходил от этого в полный восторг Ему это безумно нравится О нем пишет пресса Вот у меня статья Берт Полянский голубой Ну, то есть нормально Вот, ему от этого хорошо Но дело в том, что у нас растут два сына Одному 13 лет, а другому 16 И дети наши отказываются ходить в школу Потому что их там стали называть пассажирами голубого вагона и так далее Дошло до того, что, значит, нашему старшему сыну на 16-летие девочки подарили губную помаду Сказали, ну, тебе не надо, передай папе То есть дети отказываются ходить в школу Дети отказываются вообще носить его фамилию в итоге Я другого выхода уже теперь не вижу Я вижу только один выход, что нам надо разводиться Нам переезжать с детьми в другой город и начинать новую жизнь без нашего экстравагантного папочки Скажите, пожалуйста, а ответчик какое-нибудь постоянное место работы имеет? Ну, у постоянного, как бы он работает в театре Ну, видимо, его там что-то не устраивает Вот, поэтому он постоянно, то есть его приглашают на различные вечеринки Он ведет эти мероприятия В общем-то, таким образом и зарабатывает Хорошо, будьте добры, пожалуйста Свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении детей через судебного пристава Передайте, пожалуйста Нет, газета у меня как раз, вот если можно, я не буду ее читать Ответчик Итак, ИСОМ заявлено исковое требование о расторжении брака Скажите, пожалуйста, вы на расторжении брака согласны или вы возражаете против расторжения брака? Ни в коем случае, Полина, поверьте, все, что я делаю, я делаю для семьи Я поясню Дело в том, что я актер Но я не просто актер, я шоумен А самое главное в моей работе, Полина, самое главное в моей работе, это что? Это пиар Что, что, простите, вы так тихо произносите Пиар А, пиар И не просто пиар, а черный пиар Допиарился уже Да, да, так дело в том, что, ну, Полина, кем я был до этого? Я был актером второго плана То есть я не имел ни ролей, ни удовольствия Самая моя роль была, это кушать подано А теперь, после того, как я сделал этот прыжок Понимаете? Я сделал 300 прыжков И никому не нужен был Никому не нужен Люди есть, делали и тысячи прыжков И никому не интересны А я сделал всего один прыжок с парашютом Но голым Так после этого сразу же и средства массовой информации И журналисты, и интервью, и пресс-конференции всевозможные И самое главное, что у меня появилось имя Берт Полянский Теперь я не просто актер, я ведущий Я самый дорогой ведущий в городе Вы понимаете, сейчас ко мне обращаются Я уже и цены взвинтил Я уже и отказ стал Но все равно меня зовут, меня приглашают Как у нас любят ведущих нетрадиционной ориентации Хотя, какой я нетрадиционной ориентации? Вот посмотрите на наших сыновей Два крепких пацана Ты о них подумал? Конечно, я только о них и думаю Дело в том, что мне предложили Вообще, знаете, я люблю свою работу И мне совершенно без разницы Тем являются мои коллеги Неважно, какой они пол, возраст Сколько у них хромосомов в крови Это неважно Я вообще далек, честно говоря От этой тюремной такой схизмы Я не подаю своим друзьям и знакомым Нетрадиционной ориентации Дрявые ложки за столом Не в этом дело Мне все равно, что какие у них убеждения Самое главное Чтобы они люди были хорошие И, между прочим, эти хорошие люди Предложили очень интересное дело Они предложили такие деньги Такие бабки Что за такие бабки Даже бобер зайцем встанет На два часа Вы представляете? Они предложили Я за полужизни столько денег не заработаю Но это еще не самое интересное Самое интересное, что после этого геепарада А что я сделал? Я сегодня на себя возглавил Геепарад Толку кокетливых командчей Всего два часа Но после этого поперли Просто именно поперли Такие предложения Такие гонорары Ответчик, простите, пожалуйста Но дело в том, что при рассмотрении Исков о расторжении брака Если вторая сторона Возражает против расторжения брака То, как правило, предполагается Что муж или жена Возражая против расторжения брака Пытаются суд убедить Что сохранение семьи Стало возможным А я минут 10 Слушаю ваши Объяснения Что вы стали очень хорошо зарабатывать У меня это не связывается пока То есть ваш заработок С вашей Мотивацией в сохранении семьи У меня не связывается Да, конечно У нас были проблемы с женой Вспомни, Полина Когда мы жили на твою зарплату Разве это была жизнь? Мы ничего себе не могли позволить А теперь А теперь мы можем позволить себе многое Кстати, именно из тех самых денег Я купил каждому пацану по компьютеру И, между прочим, норковую шубку Тоже купил тебе Именно из тех самых денег А теперь они кроме как с компьютером Ни с кем общаться не могут нормально Как тебе идет норковая шубка, Полина? И это еще только начало Ваша честь Вот теперь уже Когда у нас есть доход в семье У нас уже проблем просто быть не может И поверь тебе, Полина просто Просто поспешила с иском Я просто уверен, что у нас все будет хорошо Потому что теперь мы можем уже в будущем себе позволить Купить квартиру ближе к центру Ведь мы живем-то Две луны на собаках, понимаете? Подождите, подождите, отречек А как же дети? Ну, а дети, которые, если я правильно вас поняла Настолько переживают вашу Такую своеобразную публичность Вы им как будете объяснять это все? Ваша честь Мы детей переведем в элитную гимназию А в этой гимназии там Детям все равно, где работают И чем заниматься их родители Потому что у детей там есть свои планы Свои интересы, убеждения Им не все равно, что про них Про их отца такое пишут Что он голубой, нормально Да, в элитной гимназии, Полина, про родителей Те, где еще больше пишут Еще больше Так что вот, кстати, вот уже договор Извини, дорогая, я сегодня просто не успел тебе об этом рассказать Я как раз заехал и его составил То есть там уже наши детей ждут И все будет хорошо Я могу и вам его показать Ваша честь Да мне нет, достаточно того, что вы говорите Ну так что, естественно Полина Я просто хочу вам пояснить, что вы можете до момента того, как суд удалится на совещание для вынесения решения суда Отказаться от заявленных исковых требований Я не хочу ничего общего иметь с человеком, который думает, что для сохранения семьи нужны только деньги А на чувства детей, на мои чувства, ему наплевать Нет Понятно Суд удаляется для принятия решения Прошу всех встать Прошу всех садиться Суд оглашает решение, принятое по делу Суд, заслужив исковые требования ИСА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям Рассмотрев представленные документы Слушание дела считает необходимым отложить и предоставляет супругам срок для примирения на три месяца Суд откладывает слушание дела и предоставляет супругам срок для примирения на три месяца Поскольку ответчик на расторжение брака не согласен Если по истечении трех месяцев супруги не примирятся, истец будет настаивать на расторжении брака, то в соответствии с правилами части 2 статьи 22 Семейного кодекса Российской Федерации, брак между супругами будет расторгнут. Истец и ответчик, понятное решение суда. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Назначить срок для примирения на три месяца. Мне три месяца думать не о чем. Я приняла твердое решение разводиться с мужем. Так будет лучше для меня и для наших детей. Подумаешь, возглавил гей-парад. Сейчас детей отправлю в гимназию, а там родители все голубые, и ничего страшного. Далее в программе. Я поставила себе щеколку на дверь, он ее выдал, прилетел ко мне в комнату, когда я сидела так с другом. Он его избил, я полез зачитать и защищать его, он и меня избил. Самые страшные враги, которые могут случиться у человека, это его близкие. Ведь они знают все его слабости и недостатки, и при необходимости безжалостно бьют по самому больному. А теперь вернемся в зал суда. Истцы Нина и Жана Дорофеевы просят выселить ответчика из муниципальной квартиры, поскольку проживать с ним вместе больше невозможно. Ответчик Геннадий Дорофеев считает, что стал жертвой интриги со стороны жены и дочери. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, я прошу суд удовлетворить иск о выселении моего мужа Геннадия Васильевича из муниципальной квартиры, где мы проживаем вместе с моей дочерью Жанной и с ним. Простите, ответчик находится на регистрационном учете, да? Да, конечно. То есть о выселении, прекращении права пользования и снятии с регистрационного учета? Он злостно нарушает решение суда о том, что он лишен родительских прав. Дело в том, что до недавнего времени это был нормальный совершенно человек, работал на хорошей должности заместителем директора завода, но стал пить, его уволили с работы. Как он считает, подсидели, но я думаю, что по-другому. И после этого все покатилось по наклонной плоскости. Вы себе не представляете, до чего он довел нашу семью. Меня он дико и беспричинно ревнует, совершенно безосновательно. А к девочке, к нашей Жанне, относится совершенно безобразно, он ее терроризирует. Он не дает ей встречаться с детьми, которые к ней приходят. Дети. Дети, конечно. Подождите, 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 истец. Ответчик был лишен родительских прав в отношении вашей общей дочери? Да, 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 совершенно верно. А как вы связываете вопрос выселения и лишения родительских прав? Вот скажите мне, пожалуйста. Да спокойно, его лишили родительских прав, а все стало только хуже. Он после этого, он пытается меня как-то воспитывать, и это невозможно. Девочки, 17 лет. Он достал меня, честное слово. С ним жить, я не могу с ним жить, мне просто некуда от него деться. Поэтому мы хотим выселить его. Это кошмар, у меня вообще нет никакого личного пространства. Я поставила себе щеколду на дверь, он ее выбил, влетел ко мне в комнату, когда я сидела там с другом. Он его избил, я полез защищать его, он и меня избил. У нас есть справка об обоих. Его забрали в милицию за это. Но его отпустили, он в тот же вечер вернулся и перерезал все провода в моей комнате. И правильно. Что интернет-то все время смотреть? Мало того, он украл мои ключи, и я сидела один день, я сидела целый день дома, я не могла просто выйти из квартиры. Я пропустила зачет в институте. Как тебе сдавать будет? В общем, жить с ним невозможно, но это просто ужас. Поэтому мы хотим, чтобы... Ну хорошо, куда вы предлагаете его выселить, отвечу? У него есть квартира. Вы знаете, у него есть квартира, ему бабушка оставила. Да, то есть... Причем здесь квартира? Он встает ее и пьет на эти деньги. Он пьет на эти деньги. Он не в семью несет, он пьет на эти деньги. Я пыталась, я его лечила за это время, понимаете? Пыталась на работу устроить. Но человек деградирует просто. Я же полкогольщик меня лечит. Ну а что делать? Что делать, дорогой-то? То есть, естественно, та квартира, о которой вы говорите, это наследуемая квартира, да? То есть она досталась отвечу по наследству? Да, совершенно верно. Он является собственником в порядке наследования, но при этом он стоит на регистрационном учете именно в данной квартире, которая занимается по договору социального найма. Я правильно вас поняла? Да, муниципальная квартира, да. Так, будьте добры, пожалуйста, мне выписку из домовой книги, копию финансово-лицевого счета, решение суда о лишении ответчика родительских прав через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Ой, извините, пожалуйста. Так, пожалуйста, отвечки, я вас слушаю. Ваша сеть, я полностью не согласен с этим. Я поняла. Что мы делаем с квартирой, которая у вас находится в собственности? Скажите мне, пожалуйста. Ну, сдаю я ее, эту квартиру. Это мне по наследству от бабушки. И налоги платите? И налоги, конечно, плачу, а как же? Я все официально через офис сдаю, через фирму. Там все по-правильному сделано. Нет, то, что вы можете сдавать через фирму, это да. А то, что при этом вы платите налоги, и что вы заполняете декларацию... Ваша честь, при чем здесь моя квартира? Это моя квартира мне по наследству досталась. Нет, при том, что это имеет достаточно существенное значение. Когда заявляются исковые требования о выселении, снятии регистрационного учета, прекращении права пользования по месту жительства, обязательно выясняется вопрос, есть ли у человека место, где он должен проживать. Потому что у нас есть такое понятие, как выселение с предоставлением другого жилья или без предоставления другого жилья. Не в пустоту мы его хотим выселить. Там совсем всё в другом, понимаете? Вот по поводу инцидента с дочерью, как было-то? Они приходят вдвоём с молодым человеком, от них за километр пивом прёт. Ещё в сумке брякали бутылки. Я сел на кухне, спокойно сидел, чай пил. Тут слышу в комнате какое-то вскрикивание идёт, какая-то возня. Но я сначала культурно постучал, не отвечают. Я кулаком начал стучать. Ну, вышиб я этот шпингалет на соплях всё висел. А провода-то зачем ты перерезал? А они без трусов стоят. Ей лет 17-то всего. А уже, как это понимать-то? Ну, я и не сдержался. Тоже у меня отец. А кто я тебе? Не отец, что ли? Не отец. Юридически нет. Вы лишены родительских прав. И поскольку у нас лишение родительских прав производится только по решению суда, суд при вынесении данного решения установил, что вы недобросовестно, не в должной мере исполняете родительские обязанности, что явилось основанием лишения вас родительских прав. А кто в этом виноват-то? Я всю жизнь проработал на этом заводе. 30 лет. Приносил исправно все деньги. Вот ей отдавал. Нинке моей. Любимой жене. А она что? Ну, подсидели меня там. Пришли на вориши. Я ему же не нужен стал. Старый-то директор умер. А что я? 20 лет заместителем его был. Все, ненужен стал. Уволили. А куда я пойду-то? Охранником работаю? В зам генерального директора и пойду охранником. Да, надо свой завод. Ну, смешно же. Ваша честь. Ну, я же тебя устраивала в другое место. И приличная должность. Платят копейки. Нигде не держишься. Не в этом дело, что я не держусь. А в чем? Не та работа, понимаешь? Раньше я был... Да, размах был. Человеком, а сейчас. Дома тоже надо быть человеком. А по поводу проводов, что она тут наговорила, это все, знаете, все связано, все одно с другим. Она ведь в интернете целый день сидит. Какой там зачет? Ей зачет, что ли, нужен? А по поводу ключей, ладно, ключи. Потеряла она ключи, ничего я не брал. Ты сама меня в квартире заперла. Я и просидел целый день. Хорошо хоть переболел, протрезвел. И все понял. Они же просто все вот эти справочки-то собирают для того, чтобы меня выселить оттуда. Не нужен я им и вычетнуть меня из своей жизни. Отец, простите, пожалуйста, ответчик, я это не могу с вами обсуждать, поскольку мы не рассматриваем искоросторжение брака. Но хорошо, что вы понимаете, что именно сейчас речь идет о вашем выселении. Так а почему меня должны выселить-то оттуда? Я не понимаю этого. Я что такого сделал, что меня надо сразу выселять? Да за ребенка я уже боюсь. Понимаешь, боюсь. Ты собой не владеешь, когда ты пьешь. Ну это что, это жизнь, что ли? Да, конечно, не жизнь. Побои приходится снимать, это срам. Не побои, я воспитывал ее. Ничего себе воспитание. Отвеча, ну то вы что, серьезно, что ли? Вот 17-летнюю девушку, вы стоите в зале судебного заседания, и вы произносите эти слова, что вы считаете, что метод воспитания 17-летней дочери, это в нанесении побоев? И вы еще хотите, чтобы я вас поняла? Ну случайно так получилось. Ну не сдержался я. Ну ситуация такая была. Понимаете, ваше честь? Да не бывает так случайно. Я не понимаю, какая была такая ситуация. Объясните мне, пожалуйста, для вас что вдруг стало? Я понимаю, что каждому папе крайне неприятно вдруг в какой-то момент понимать, что взрослая дочь, ну как бы у нее могут быть еще и другие интересы. Это всегда бывает, наверное, болезненно. Но просто для вас что? Открытие, что у вашей дочери может быть любовь, она может быть влюблена. Вы что, вдруг... Ваша честь, в моих понятиях вот женятся они, тогда уже можно все... Отвеча, а что делать, если не все разделяют ваши понятия? Или вы не смогли привить ваши понятия? Да некогда было прививать. Некогда было прививать. Работал себе уже. Так, скажите, пожалуйста, ну вот, а вы считаете, как вы считаете, как должен был бы ваш папа реагировать на то, что... он понимает, что вы находитесь вместе с вашим приятелем в нетрезвом состоянии? Вы демонстративно, как я понимаю, запираетесь на ключ в своей комнате. Да, и не открываете эту комнату в тот момент, когда папа ваш пытается попасть в комнату. Да видеть просто я его уже не могу. Поэтому и сделали там щеколду, чтобы он не мог попасть. Да невозможно, потому что... Хоть как-то уединиться, что... Девочка взрослая. Но не связывается с ним. Ну а что, вы считаете, что уединяться в комнате, запертой на щеколду, в тот момент, когда ваш отец прибывает дома, и, как утверждает ваш папа, когда он обнаружил вас и вашего приятеля, ну, так сказать, в том виде и в том состоянии, что не оставляло у него никаких сомнений в том, чем вы занимаетесь? Ну, это моя жизнь, и я уже достаточно взрослая и могу замаршать. А вы мамы к этому нормально относитесь? 17 лет всего лишь. И нормально, но я не думаю, что ситуация была... стояла именно так. Он мальчик отпустил с лестницы. Нет, простите, ваша дочь этого не отрицает. Ну, по крайней мере... Хорошо, я не отрицаю. Ваша дочь, я отдаю ей должное, она не считает возможным обманывать суд. В этой ситуации она там не говорит на это да, но она и не говорит нет. Поэтому я вас как маму спрашиваю. Вы считаете, что это нормально? Это ненормально. Это ненормально. Но он довел ситуацию до такой степени, что ребенок вынужден прятаться, друзей своих прятать, скрывать. Но это тоже ненормально. Мальчика с лестницы спустил. У меня теперь вообще друзей нет, все боятся его. Они ведь, когда через суд-то лишили меня прав, да, я сразу начал думать, что как же так, столько лет жили, 30 лет работал все время, а тут раз и прав лишили. То есть получается, что я ее не воспитывал. Я вот и решил ее сейчас хотя бы начать воспитывать. То есть просто лишили неправильно меня. Ну, жизнь-то не стоит на месте. Ребенок вырос и смотрит на тебя уже на пьяного. Каждый день пьяного. Каждый день? Жизнь у меня такая. Да. Какая? Какая? Ответчик. Ну, какая жизнь-то такая? Ну, работы нет, денег тоже. Что там с этой квартирой? Работы тебе не найти. С твоими знаниями, опытом тебе работы не найти. И берут меня сюда. Вот он большой. Истец и ответчик. Суд удаляет для принятия решения. Прошу всех встать. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования из СУФ, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям и рассмотрев представленные документы, в иске о выселении ответчика, снятии его с реконстрационного учета, прекращение права пользования, из квартиры, суд считает необходимым отказать. Суд не выселяет отца, лишенного родительских прав, из квартиры, где он совместно проживает с 17-летней дочерью, потому что считает, что изложенные в данной ситуации обстоятельства возникли по взаимному поведению, виновному поведению в данной ситуации с обеих сторон. Суд считает, что 17-летняя дочь истца и ответчика достаточно демонстративно и неуважительно демонстрировал свое отношение к отцу, тем самым спровоцировав его на определенное поведение, создание конфликтной ситуации. Суд не может и не оправдывает поведение ответчика в данной конфликтной ситуации, но считает, что здесь есть обоюдная вина как со стороны, в том числе и истца, то есть мамы, девочки, в том числе и девочки. Поэтому суд считает, что у ответчика есть возможность изменить свое поведение, ему необходимо избегать втягивания самого себя в эти конфликтные ситуации и, безусловно, изменить свое отношение к воспитанию ребенка. Но с учетом данных, изложенных обстоятельств, а также то, что ответчик наконец-то начал понимать, что он лишен родительских прав, суд считает, что ответчик сможет изменить свое поведение, и поэтому пока оснований для выселения, прекращения права пользования, снятия регистрационного учета, суд не находится. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. В иске отказать. Если он будет пить, то я все равно с ним разведусь и выселю его за эту квартиру. Не воспитываешь, лишают родительских прав. А воспитываешь, из квартиры выгоняются. Их не поймешь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»